В Буйнакске уволили директора школы, где отравились дети. С пищевым отравлением после обеда в школьной столовой был доставлен в больницу 21 ребенок. Директор школы номер 3 освобождена от должности. Роспотребнадзор Дагестана закроет столовую, в которой отравились дети. Андрей Малахов пригласил девочку из Дагестана на съемки «Пусть говорят». Ролик, где школьница против свою учительницу не переводить ее в другой класс, набрал около 2 миллионов просмотров в разных социальных сетях. Девочка очень эмоционально просит своего учителя не переводить ее в другой класс. Мадина примет участие в специальном выпуске передачи, который покажут 1 апреля. В столице Дагестана грузовик иномарка опрокинулся в канал Октябрьской революции. По предварительной версии водитель фуры не справился с управлением транспортного средства и допустил падение кузова грузовика в кор. Местные жители, увидев эту картину, предложили автовладельцу свою помощь. Информации о жертвах и пострадавших в результате инцидента нет. В Дагестане напишут «Тотальный диктант». Всероссийская акция в этом году пройдет 8 апреля. Будут организованы 7 площадок для написания диктанта. «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. За 13 лет существование акции превратилось в масштабное международное событие. Участниками стали более 140 тысяч человек. Из Махачкалы с 23 мая откроется прямое направление в Сочи. Предположительно, между авиакомпанией и аэропортом в рейс транзитом в Ростове-на-Дону будет вылетать из Махачкалы по средам, пятницам и воскресеньям. А вылеты с транзитом в минеральных водах будут совершаться по понедельникам, четвергам и субботам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова